Ночь с четверга на пятницу 13 ноября была по-настоящему жаркой, во многое из-за двух супер громких релизов, мы говорим конечно же про альбом Кизару и Фитморгенштерна с Лил Пампом. Для многих будет сюрпризом, что в ту роковую ночь свет увидел и другие релизы достаточно крупных артистов, которые увы прошли незамеченными, а некоторые даже провалились. Перечень большой, клипы, синглы и даже альбомы, сегодня мы расскажем вам про такие дропы. Но перед тем как мы начнем, хочется посоветовать вам крутую вещь. Hustle.rf это магазин крутых кроссовок и одежды по самым вкусным ценам. В ассортименте более 3000 моделей кроссовок и все в наличии. На сайте только реальные отзывы покупателей магазина, которые можно проверить. Удобное оформление заказа и отзывчивая поддержка профессионально помогут подобрать правильный размер. И самое главное, у ребят есть бесплатная доставка и оплата при получении. Также только для наших подписчиков действует промокод BPM, дающий скидку аж в 30%. Заходи на проверенный магазин и убедись сам. Ссылка будет в описании под видео. Ну а мы начинаем. Поехали! Трек Алишера и Лил Пампа добрался до первой строчки бума за рекордные сроки, крепко там держится. Понятное дело, что внимание будет приковано к этому фиту. Но и Кизару смог побить рекорд, притом рекорд самого Моргенштерна. В первые сутки своего выхода новый альбом Кизару «Burn to Trap» набрал более 14 миллионов прослушиваний, побив рекорд рэпера Моргенштерна, который смог набрать на своей легендарной пыли 13 миллионов за сутки. Во многом такому огромному количеству прослушиваний поспособствовала акция Кизару, которую он устроил в честь альбома. Её суть заключалась в том, что если человек добавляет «Burn to Trap» к себе в аудиозаписи, он получает стикеры ВКонтакте, а чтобы получить ещё больше стикеров, нужно было целиком послушать каждый трек в альбоме. Не удивительно, что на фоне таких рекордных цифр другие релизы прошли незамеченными. Какие же? В эту пятницу Локимин выпустил эпи «Чёрная метка». Мини-альбом станет началом трилогии Serendipity. Кроме «Чёрной метки» в него войдут альбомы «Контроль» и ещё один эпи «Пятно». Их выход ожидается в следующем году. В дополнение к ним Локимин планирует выпустить документалку «Сниппет». В пяти треках «Чёрной метки» артист не только читает рэп, но и обращается к знакомым по прошлым альбомам «Идием» и «Року». Он завершает эпи «Апокалипсисом» и «Рагнарёка». Вероятно, релиз должен стереть прошлые образы Локимина, чтобы представить новый в будущем «Контроле». Единственным гостем «Чёрной метки» стал Куок. На данный момент ВКонтакте на релизе чуть больше миллиона прослушиваний, что для уровня Локимина довольно мало. На предыдущем релизе сегодня 22 миллиона прослушиваний. Весьма опрометчивым было решение дропать альбом в один день с Кизару. Кстати, ровно так же поступил и Скриптонит. Вчера ночью Скриптонит и Ниман выпустили EP PVL is Back. В альбом вошли четыре трека. Интро, Газолайн, Спейтс Гёрлз и Найс Гай. Название альбома отсылает к одноимённому совместному треку музыкантов, который вышел в 2013 году. Ниман, настоящее имя Ануар Баймуратов, бывший участник группы Джил Зэй. В состав объединения также входили Скриптонит, 104, Сиксоу, Трувер, Чинах, Бэнс и Стронг Симфони. По цифрам на новом релизе Скрипта почти то же самое, что и на альбоме Локимина. Конечно, есть шанс, что дропы музыкантов ещё наберут свой хайп со временем, но старт определённо оказался провальным. Но всё это не так уж катастрофично, куда хуже дела идут у Тимати. 13 ноября Тимати выпустил новый альбом «Транзит». Это его первая пластинка, выпущенная не на лейбле «Блэк Стар». Альбом состоит из 18 треков, среди которых фиты с Моргинштерном, Гуфом, Джиганом, Даней Милохиным, Егором Кридом, Ханзой и другими исполнителями. Некоторые песни уже хорошо известны. Роллс-Ройс, Аль Проблема, Хавчик и Звездопад. Фит с Гуфом, что я возьму с собой, трек с названием «Многоточие русский рэп» появились впервые. Запах женских духов, да простит меня Бог, что праведным стать. Пластинка вышла разноплановой. Тут есть и флекс, и мотивационные треки, и песни о расставании, которые рэпер пережил в 2020 году. Мой седьмой студийный альбом и первый за 15 лет независимый релиз. Последние три месяца клипы, премьеры и первые строчки во всех музыкальных чартах отчётливо обосновали постулат. Тимати стал делать лучше. Пришло время альбома, и в этот раз его послушают даже те, кто вообще никогда не слушал Тимати, пишет рэпер. Но правда в том, что сейчас на релизе ВК 5000 лайков, и нет даже миллиона прослушиваний. Результат для пабликов 700 тысяч подписчиков очень слабый, но он не казался бы таким, если бы Тимати не строил такие планы на этот дроп. Для него каждый трек и клип были в чартах, а сам альбом в итоге канул в лету из-за перекрывшего всех вокруг Кизаро. Возможно, «Транзит» стоило выпускать где-нибудь неделю назад, тогда премьера прошла бы куда громче. Но давайте перейдём к синглам. 13 ноября группа «Анакондос» и группа «Кис-Кис» представили совместную провокационную композицию под названием «Сядь не на лицо». Для «Кис-Кис» это первая совместная композиция. «Сядь не на лицо» это новая ироничная попытка посмотреть на отношения, где хотеть казаться далеко не равно быть на самом деле. Наверное, немногие из российской сцены готовы без романтики и пафоса говорить о сексе, всех стереотипах и мемах, творящихся вокруг него. Максимально честно и с юмором, поэтому идеальный творческий матч был очевиден. Здесь нет томных иносказаний и красивых историй соблазнения, а есть гимн неловкости, стыдная история в браузере, прах бабушки, зорко наблюдающей за происходящим на кровати. Релиз также прошёл мимо крупных рэп-СМИ, которые были заняты обсуждением другого громкого сингла и фита — фита Лилпампа и Моргенштерна. Также день назад ЛСП и Супчик встретились на треке «Атака кота». Лик ещё в прошлом году респектовал в Твиттере коллеги за альбом «Аутсайдер», а потом бит Супчика «Обряд» появился на альбоме ЛСП «Свиной рыло». Эта история в целом показательна для Супчика. Несколько лет его знали как битмейкера, близкого к Янграша. Его музыку можно было услышать в песнях Бульвара Депо, Томаса Мраза, Бэйсик Боя и группы «Лаут». А в прошлом году он дебютировал ещё и как вокалист. ЛСП же, выпустив два альбома с перерывом в неделю, быстро вернулся к активности. На прошлой неделе мы слышали ещё один его фит на релизе «Сдэй» и «Стима». Но сингл ЛСП обладал куда меньшим резонансом, чем «Ван Мор Сити» или даже «Свиной рыло», хотя песня неплохая и могла бы стать популярной, залетев в чарты. Новым треком отметилась и Дора. Песня называется «Осень пьяная». Юная певица посвятила новую гитарную балладу несколько депрессивной теме, когда капли алкоголя смешиваются с бурными чувствами, порождая в душе настоящий хаос. Дора поёт под живые инструменты с утяжелёнными гитарными залпами, а в припеве песня собирает воедино пазл из времён года, превратившихся в замкнутый круг. Сейчас девушка готовит новый альбом, а эта композиция ещё один намёк на то, что ждёт слушателей на пластинке. Сама артистка высказывается о песне так. Каэль Дескоп времён года, где осень стоит во главе стола. Депрессивная и одновременно драйвовая песня о том, почему не стоит смешивать алкоголь с чувствами. Ну и ещё один сингл, который должен был ворваться в чарты, это новый трек Федука, который готовит новый альбом. Фёдор Инсаров продолжает подогревать интерес к грядущему совместному альбому с группой Кримсода. Выпущенный на прошлой неделе хаос-трекбэнгер, оправдал своё название и неплохо распространился в ТикТоке. В песне «Маяк» Федук снова настраивает на танцы, но делает это в более расслабленной манере. Грустно, но правдиво, так описал свежую композицию сам Федук. Сингл «Маяк» и правда звучит немного меланхолично. Исполнитель ностальгирует по пережитым когда-то романтическим моментам, пока мчится на мотоцикле навстречу чему-то новому. Лилический сюжет напоминает поп-рок-балладу «Краски», которая выходила в сентябре. Но продакшн здесь, как и в случае с Бенгером, больше вдохновлён хаос-музыкой. Песня «Маяк» попадёт в новый лонгплей Федука «Яй», полностью с продюсированным электронщиками Кримсода. Премьера альбома состоится через две недели, 27 ноября. Через две недели нового альбома Кизару не обещает, а значит Федуку ничто не сможет помешать забрать всё внимание себе. Но теперь давайте перейдём к клипам, которых вышло тоже достаточно. Вчера Слава КПСС выпустил первый сингл с альбома «Чудовище, покубивший мир». Выход LP запланирован в ноябре. Очень много там «Моего отчаяния» говорит об альбоме «Артист». Если бы Моргенштерн родился в Якутии до 20 лет всё время, что он посвятил тому, чему он посвятил, он посвятил бы изучению культа смерти, то вот такой бы альбом он написал. Альбом кровавый, очень много моей боли там. 13-го же числа Нойз МС выпустил клип на песню «Вояджер 1». В ней Иван описывает чувство отрезанности от мира, охватившее многих в этом году, и затрагивает близкую для себя тему космоса. На своей странице ВКонтакте музыкант написал историю возникновения песни. В этом году у многих было время погрустить, почувствовав себя отрезанными от мира, и я не стал исключением. Наверное, поэтому образ «Вояджера 1», обречённого на вечное скитание беспилотного аппарата, так меня захватил. «Я не могу объяснить это рационально. Я капитально заблудился, навигатора нет, зарядный блок я не взял, просто комбо. Я был настоящий «Вояджер 1», кое-как добрался к обеду обратно, перекусил и сразу пошёл записывать демо, а потом полгода доводил его до ума». Также вместе с клипом вышел мини-альбом с изменёнными версиями песни. Одна из них записана с Белгородским Академическим Русским Оркестром, две другие представляют собой ремиксы. Версию, созданную группой Dare Mates, Иван описывает, как если бы Джамара Куин написали песню под титрик Интерстеллару. А версию Кирилла Андер Грувера Борисова называют полным переосмыслением песни. На клипе сейчас 400 тысяч просмотров, ситуация лучше, чем у Славы КПСС, где 100 тысяч просмотров, но для Нойза всё равно не самое лучшее. Вот такие вот релизы оказались незамеченными в теники Зару и Моргенштерна, что из перечисленного зашло вам больше всего. Пишите своё мнение в комменты, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!